МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У символа ЕАЭС смысл простой. Европа и Азия вместе. Эту идею 25 лет назад впервые озвучил Нурсултан Назарбаев. Сначала перед учеными. Московский университет имеет большую честь приветствовать вас, президента крупного государства. Я пришел сюда, чтобы рассказать, что наши связи, которые были, не потеряли. Это наоборот. Нурсултан Назарбаев продолжил мысль Льва Гумилева о многонародной нации. Долгое время бытовало мнение, что лес и степь находятся между собой в оппозиции. Степники и лесовики борются друг с другом. Это мнение глубоко ошибочно. Как степники нуждаются в продуктах леса, так и наоборот. Об евразийстве мечтали многие великие люди. И только уважаемый Нурсултан Абишин Назарбаев удалось воплотить в реальность Мечта Трубецкого и Гумилева. 25 лет назад уважаемый Нурсултан Абишин озвучил идеи и создал фундамент формирования евразийской интеграции. Провидец будущего Назарбаев раньше всех понял, что в изоляции друг от друга странам не выжить. Необходимо сплотиться. И он настойчиво при каждой встрече напоминал коллегам о своем предложении. В итоге сначала появился Союз Трех. Договор о Евразийском экономическом союзе подписан. Первыми единое экономическое пространство создали Беларусь, Казахстан и Россия. Через полгода к ним присоединилась Армения. Еще через год Кыргызстан. Столицу Казахстана называют центром Евразии. Потому неудивительно, что сама идея евразийства официально закрепилась здесь. Пять лет назад тогда в Астане, ныне в Нурсултане, был подписан договор ЕАЭС. 2014 год был неблагоприятным в экономическом плане. Валютный кризис ударил по бюджетам стран. И нужна была защита от внешних угроз. Таковой защитой и стал договор ЕАЭС. За пять лет существования Союза удалось преодолеть экономическую блокаду. Иметь дело с пятеркой хотят все больше государств. Год назад Малбова получила статус страны-наблюдателя. И сразу вырос ее товарооборот на 10%. Круг стран, которые хотят сотрудничать с ЕАЭС, расширяется. Поэтому обмен мнениями и перспективами взаимодействия третьих стран с Евразийским экономическим союзом, на мой взгляд, был бы полезен всем сторонам, включая Молдавск. Молдова известна своим гостеприимством и готова предоставить площадку для проведения такого форума в Кишиневе. Сингапур, Сербия, Египет готовы подписать соглашение о зоне свободной торговли. Какая им выгода? Товары пересекают границу беспошлино. Значит, цены доступнее. Покупатель доволен, бизнесмен с выручкой. Такая же схема открытых границ действует внутри Союза. В плане экономической части пересечения границы нам очень выгодно стало сейчас на сегодняшний день работать. От казахстанского Петропавловска до российской границы каких-то 80 километров. Но раньше местный молокозавод на экспорт не работал. Продукция бы скисла на таможне. За 15-20 минут уже можно оформлять документы. Раньше это сутками длились. Благодаря ЕАЭС бизнесмены всех пяти стран оживились. Рынок сбыта вырос в потенциальных покупателей 180 миллионов человек. Предприятие модернизирует производство. Им теперь выпускать больше продукции. В Армении, например, увеличили экспорт рыбы сразу на 34%. Свободно передвигаются внутри Союза товары, услуги, капиталы и люди. Минавар приехала в Казахстан из соседней Киргизии. Помнит еще то время, как пряталась на улицах от полиции. Приехали, конечно, были трудности. Было тяжело. Как-то я помню, милиция задержала меня. Я тогда, у меня был ребенок маленький. Теперь у мигрантов пятерки нет проблем. Им не нужен патент. А это экономит время, деньги и нервы. На равных правах с коренными жителями они лечатся и учатся. А совсем скоро начнут получать пенсии. Трудовой стаж человека будут суммировать. Думаю, что для конкретного гражданина, для простого человека, для человека, который всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. Для нас, по большому счету, и для этого человека будет неважно, где конкретно он работал. Главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж. Работать без проблем желают и граждане Таджикистана. В республике проводили опрос. 70% ее жителей хоть завтра готовы вступить в ЕАЭС. Эммали Рахмон пока оценивает плюсы интеграции. Вопросы развития и укрепления связи с партнерами по содружеству всегда занимали и продолжают занимать особое место во внешнеполитическом курсе нашего государства. Наш мудрый Аксакал называют Назарбаева лидеры ЕАЭС. Задуманная им интеграция приносит плоды. Благодаря политической прозорливости, стратегическому видению первого президента Казахстана, идея евразийской интеграции стала реальностью, которая заметно переформатировала экономический, геополитический ландшафт континента. Еще раз хочу подчеркнуть особую роль Нуршултана Назарбаева в создании этого интеграционного проекта. На этом саммите Владимир Путин предложил назначить Назарбаева почетным председателем Высшего Евразийского Совета. Приняли это предложение единогласно. На заседании в узком составе, как замечание, я предложил, чтобы Нурсултан Абишев занялся в том числе и ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в нашем союзе, начиная от кадрового состава нашей комиссии и заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности. Вот здесь он может оказать нам неценимую помощь. Поэтому не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжить положительного для нашего союза. Выжить. Отец-основатель ЕАЭС о своем детище заботится. Тут же генерирует идеи. По его мнению, сейчас недостает проекта, объединяющего всех. Тот же аэрбас самолеты производится во многих странах Европы. Запасные части там, тут и так далее. И все страны привлечены, и все страны зарабатывают, и все страны предоставляют рабочие места. Мы должны составить такую группу людей, которые проанализируют и скажут. Молоко производится в Белоруссии, в России, продовольственные пшеницы в Казахстане и так далее. Первая пятилетка союза пятерых выдалась на отлично. В каком составе ЕАЭС отметит следующий юбилей? Вопрос. Но Игорь Дадон и Мамали Рахмон приглашение на саммит всегда принимают. Маргарита Грилова, Михаил Артемов. Программа «Вместе». Назначение Нурсултана Назарбаева – это историческая справедливость. Он раньше всех осознал необходимость интеграции. 25 лет назад, выступая с лекцией в МГУ, Назарбаев предложил объединиться. И вот сегодня он одна из ключевых, если не сказать, что ключевая фигура в Евразии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА